так и небольшая заметка также попался телефон ну сравнительно недорого nokia c30 моделька ну понятно что я уже осмотрел так внешне и он в режиме ожидания тут отпечаток пальцы но нету функции nfc а коробка стандартная их распакова куча есть инструкция я еще чего не пишут как скрывать я уже не помню тут на многих языках картинки нету сам смарт большой то есть лопата еще то ну и в этом его и плюс он сколько они пишут больше 200 грамм ну надо будет чехол еще обязательно приобрести зато читать читабельный экран картинка и android 11 стоит я так понял также версия не полная ну с тем же функционалом на том же сокете вот этом юнисок в общем-то 232 номер сборки 1 410 sp01 т.а. 1359 обновление он как бы не находит свежие поэтому от 5 декабря день 21 года стоит последняя успешная проверка 6 она наверное не нужно ничего нету он так работает исправно ничего его обновлять танцевать он от этого не станет самое также необходимое от google предустановленные самые простенькие skype youtube вайфай вайбер там новости где я ну банковские какие-то приложения проигрыватель и в общем то все есть виджеты удобно нажимаешь тут виджеты и очень много добавить там погоду можно чтоб она индикатировала часы он добавил там плеер но те приложения которые виджеты показывают вот и тут все время назад 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 тут посередине просто домой кнопка что-то делаешь не понравилось раз домой правая кнопка запущенные все приложения просто очистить все и этих двух гигабайт хватает то есть для скажем пользование успевает считывать очистить что еще тут приглянулось вспоминаю а ну да он вот сейчас 21 процент это вот первый раз я его зарядил там было пол половина заряда этом пролежал где-то уже больше недели в режиме ожидания еще 20 процентов осталось сим-карточки нет пока еще надо ее вставить и нету sd-карты дополнительной тут 32 чем тут по объему показывает хранилище но 9 занято и 28 через надеюсь занята получается но 20 гигов еще есть и здесь он отдельная система пишет 6 гигов но как и есть она в принципе может даже она тут и полноценная одиннадцатая не уточнял а другие приложения это вот все добавленные пороге гол тут как бы удобней ноги и в этом смысле мы сейчас там тестовый аккаунт стоит он все равно это родительский будет телефон и теперь выключаю сейчас надо карточку попробовать добавить ему в комплекте классно идет зарядная но как классная по моему она двушка и хороший кабель их не в этом вот смысле nokia как бы держит марку и вот тут вот тут с правой стороны есть для ногтя крышечка я так понял я уже забыл да я легонько вот так вот тут надо по периметру открыть аккуратненько чуть сильнее и она крышечка отщелкивается так аккумулятор тут не съемный но он на болтиках и вся базовая логически вот эта SD-карта наверное так стреляется не хочет ну да по другому никак вот это и все а сюда две симки ну на выбор ближе sim 1 почему-то внизу а sim 2 вверху наверное это и все сейчас без крышки запущу если кнопки такие маленькие попробуй попали вот эти мне так неудобно надо одевать и смотреть все о везде карта конечно нужно съемный накопитель устройство карта готова так как я ее вставлял уже в зата то там структура файловой системы осталось и он даже не попросил ее форматнуть вот что интересно и теперь хранилище вот пожалуйста внутренний и тут открыть тут хорошо дается возможность открыть гугловским приложением и файлы старым приложением скажем только сейчас андроидовским и тут вся структура построение как на основной флешке интересно а можно открыть и стандартным приложением файлы и здесь внизу 126 гигов свободно карточка на 128 пишет что 126 свободно и здесь ну здесь они подписаны если искать видео то дсим они здесь все в камере будут сейчас надо камеру настроить на то чтобы она сохраняла изменить место сохраняя конечно измените какая умная изменена на карту памяти тут вообще все сделано для людей фото разрешение видео на флажде так хранилище вот на sd карте и теперь все что будет сниматься то же самое видео настройки на sd карту и все она будет туда заполнять ту карту до пока она будет жить в этом отношении удобно тут просто сверху уведомления их можно теперь очистить а здесь самые простые настройки ну вай фай bluetooth обмен файлами с окружениями что и все может быть еще что то добавить можно а где это находится можно темную тему добавить это надо искать короче чтоб не 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 выдумывать мне главное чтоб она карту с памяти подхватила и даже не попросила ее форматировать потому что она подготовленная была в принципе на таком же сокете поэтому я думаю что из-за этого все больше тут особо не не ничего показывать экран ну из-за того что большой экран удобно новости читать и здесь можно даже шрифт побольше сделать надо поискать где масштаб на экране ну крупный можно еще крупнее поставить вот так и она будет самый максимум он уже чересчур хотя он можно и максимум но и она тут как бы видно да получается сюда 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 тексты читабельные и базовые новости сюда можно не заходя в компьютер посмотреть поэтому тут аккумулятор по моему на на шесть тысяч или на пять такой миллиампер часов ну большой я говорю неделю он пролежал и вот только 15 осталось сейчас поставлю на зарядку ну понятно что в режиме активного использования его должно хватать на пару дней вот а в остальном из недорогой из недорогого сегмента такой аппарат интересный ну это C30 сейчас они есть модели G G10 там G20 тоже себе решения простенькие такие ну наверное все благодарю что они не заходят так что они не заходят так что они это появляются не заходят